доброго времени суток дорогие друзья решил выложить ролик одного из наших подписчиков спасибо автору сразу говорю по справедливости не слушал а весь кусочками выхватил услышал что достойное общение и вместе с вами сейчас послушаем как первое коллекторское бюро якобы по договору сессии беспомощно пытается взыскать но уже не существующий долг фамилия ваша англическая такой-то кто нужно я с кем разговаривать а я я сказала что я вы даже будете сказать вы ли это или нет вы должны свою не назвали с вами что за искание задолженности вас устроит такой ответ да устроит как вы ли Николай Владимирович верно слушаю вас у вас задолго почему не возвращаете кому а вы не понимаете да кому 249 тысяч 320 рублей сумма вашей задолженности составляет по двум долгам чтобы решить вопрос у вас есть два дня понедельник это третий крайний день чтобы оплатить добровольном порядке поступит оплата а кому кому в первое коллекторское бюро у меня какие-то отношения с вами деньги в банк не отдали кредит европа банк это первоначальный кредитор но в 2008 году оформляли там кредит своевременно не рассчитались банк отказался от непоперспособного должника и два ваших договора находится у нас по договору цехи произошла официальная переуступка права требования поэтому мы являемся вашим кредитором на сегодняшний день друзья я позволю себе вмешаться по делу официальная переуступка прав требований в чем ее официальность в ее голословном заявлении неправда официальность подчеркивается документальным подтверждением основание 230 федерального закона части статьи 9 если я не ошибаюсь кредитор как она его называет первоначальный обязан уведомить своего клиента о переуступке уведомить на фирменном бланке через почту россии или посредством личного вручения под подпись в этом уведомлении должны быть перечислены все реквизиты должностные лица и тому подобные моменты если конечно же это долг был передан по договору сессии либо по агентскому договору вот тогда будет идти речь о официальном переходе право требования сейчас это только лишь ее слова давайте послушаем что будет дальше интересно вопрос как решать собираетесь никак на почему у меня нет документов никаких подтверждающих вас слова какие документы вам нужны во первых бархина должен был уведомить во вторых вы должны мне прикладить договор сессии полном объеме что вы знаете что такое договор сессии уже оказывается уже оказывают до этого вы не понимали почему нам нужно деньги отдавать и тут поняли что договор сессии дефигурирует ну так где он договор сессии почему у меня его нет но и делаете письмо запрос на официальном сайте увидите документы в чем проблема у меня зачем это делать погодите вы сказали мне нужны документы а теперь говорите зачем мне это делать вы сами серебетов что противоречки я не противоречит мне от вас ничего не нужно вам что-то от меня нужно когда будут документы почему вы их не заказываете документы должен заказывать скажите мне потому что вы должник я в порядке почему вы не оскорбляете я про я вас разве я оскорбила гауна звали меня должником а потому что вы деньги не отдаете как раз еще раз у меня может признать только тут заемщик кто проблемный заемщик кто-то признаете таковым документы будут дайте мне гарантию на оплату конечно будут документы какую гарантию на оплату я вам даю выразить а почему я просто так должна вам документы отправлять если вы их увидите и просто кинете в друге ящик и не будете вопрос решать не присылает согласно 21 статьи гпк причем здесь гпк причем при том что она регламентирует как документы нужно высылать у кого герой для смысл его вы меня услышали сколько у вас есть недели решения вопроса документы он придет через две недели а долг нужно уже в понедельник оплатить и 1 и 2 вот придут документы я их получу скажу с ними к твоему юристу мы их рассмотрим и дадим вам письменный ответ а у вас свой юрист есть дали не врите зачем не брать смысл так если у вас есть свой юрист почему ваш юрист не помогает вам вопрос решить никак не помогает а как он вам помогает вот давайте я со твоим юристом сам разберусь ладно так что это за юрист который вам вообще минуты не помог никого владея ну вот тут друзья мои это барышня конечно слукавила ну во первых ни один юрист нас не сможет отключить их аппаратуру у них там действительно просто тупо программное обеспечение и даже после решения суда все равно звонки людям поступают потому что это тупо механическая простите программное обеспечение которое работает пока его какое-нибудь ответственное лицо не выключит не сотрет фамилию человека ничего не произойдет единственное конечно можно ну с такой с небольшой долей вероятности заморочиться написать жалобу судебному приставу там следственный комитет бла-бла-бла ну там целый ряд писем но это действительно заморочка и и в этом случае вполне возможно вам перестанут звонить но если кому-то это вот мы нашим клиентам говорим если вам надо мы вам дадим шаблоны бланки пожалуйста вы сами это делайте потому что мы не ставим своей целью как бы выключать этих коллекторов потому что от них никакого ну скажем так результата я имею ввиду в сторону банка ожидать не приходится это просто чисто психологическое давление не несущая под собой никакой настоящей угрозы либо последствий каких-то но что касается работы юриста как она сказала которой вдруг не видно то я поясню наверняка она меня слушает что на нашем канале очень много коллекторов просится ребят понимаете я сейчас коллектором обращаюсь вот человек живет спокойной жизнью не платит он находится допустим как в нашем случае на абонентском обслуживании в случае как наступление каких-то правовых последствий мы в любом случае подхватываем клиента да вот наша компания лям у нас бессрочная гарантия пожизненная если человек с нами год пробыл на абонентском обслуживании далее мы его обслуживаем бесплатно вот и на этапе обслуживания мы конечно же и пишем письма и работаем если приходится в судебных тяжбах и так далее и тому подобное и уж точно вот это вот звонилка ничего подобного не увидит и как она сказала я вам отправлю документы она такую планку задрала себе она отправит документы у нее кроме как вот тупо списка следующего человека кому она позвонить должна больше ничего нет и краткое описание этой истории а уж тем более не нет никаких полномочий даже те комментарии которые она оставит допустим если у нее есть такая функция там не больше допустим 30 слов вписать и она должна там умудриться вписать что человек ничего не боится все равно следующий раз какому другому звонилки с ее конторы точно так же этот должник попадется и он будет вынужден выслушивать от него вот эти вот объяснение но это если человек допустим боится в нашем случае в случае наших клиентов наших подписчиков оскорбления будет облит по моими в очередной раз так что еще раз повторяю не заблуждайтесь уважаемые точнее не уважаемые господа коллекторы о работе юристов как мы работаем это не вам решать и вы никогда не поймете как мы работаем и так слушаем дальше а вы этого ничего сделать не можете законно да что вы признаете что вы действуете незаконно нет не признаю нет не признаете так вот посмотрите когда мне говорите я брал кредит так вам виднее Николай Владимирович давно и так у вас нет информации доведите до меня когда я брал кредит в каком году нас например один из них опормили в восьмом а в пятнадцатом году долг нам перешел и вот за все это время с пятнадцатого по семнадцатый год да вот семнадцатый текущий сама у вас фиксированная а вы расчитаться с долгом не манщик манипулируете документами Николая Владимировича я когда перестал по кредиту в каком году платить когда перестали да так же давно перестали платить я вот так не понимаю можно сюда при хотя бы просто год когда я перестал платить ну вот один из них в восьмом году так же и перестали платить вы скажите сразу с последнего обратно кредит был оформлен сколько лет прошло ну посчитайте посчитал 9 лет а 9 лет от какого момента вы отчитываете с момента последнего протяжа неправильно да от момента последнего уведомления рассчитывается срок давности и по транзакции какого? а знаете Николая Владимирович какого уведомления? а уведомления по телефону так же считается так же вам платить по телефону я не буду платить а что вы меня перебиваете постоянно? а вы все меня перебиваете какого уведомления? да что бы тебя не перебивать возьми открой 203 статью гражданского кодекса российской федерации и прочитай ее перерыв течения срока исковой давности течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий свидетельствующих о признании долга что это такое? объясняю для господ коллекторов вот когда вы убедите человека расписаться в документе в котором написано что он кому-то что-то должен вот это и есть перерыв течения срока исковой давности и второй вариант который гораздо легче сделать чем заставить нормального вменяемого человека поставить роспись под тем что он не должен это исковое заявление в суд то есть обращение в суд вот это и будет фактом перерыва срока исковой давности а то что ты госпожа с претензией на исключительность решила что раз ему позвонили и предупредили об этом и это якобы уведомление ты сильно ошибаешься я понимаю тебя конечно там натюкали что ты в крутой компании работаешь и законы не для вас писаны но для людей я тут соглашусь законы писаны для людей для людей которым нужны эти законы а вы не обязаны в них вникать но будьте любезны их соблюдать когда вас в них носом тыкают и вот это вот данные конкретные случаи давайте дальше послушаем а вы слушаете потом наоборот будет мы диалог везем а не монолог я вас слушать буду ну так какого уведомления после того как долги купили мы направили вам два уведомления о том что сменился кредитор с вашей стороны даже звонка не было а правильно потому что я ничего не получал у вас есть кредит что я получил а мы не направляем с уведомлением это почта россии обычное письмо так вот обычное обучение нигде не прописано что нужно нигде не прописано что нужно с уведомлением нигде ну как же то дорогая моя так говори что нигде не прописано быть такого не может в официальных отношениях о которых ты упомянула в начале разговора не может быть такого факта что где-то что-то не прописано в законе если бы так было то это не было бы никаким официальным отношением ну давайте быстренько посмотрим итак ага мы видим перед собой то есть загуглить может любой так называемый федеральный закон от 3 июля 2016 года номер 230 ФЗ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и давайте-ка напряжем память если она мне не изменяет то нам нужна девятая статья так вот я сейчас загуглил да чтобы быть конкретным не голословным как эти умники итак статья 9 уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником то есть четкий конкретный вот предмет спора у нас здесь в заголовке этой статьи в официальном формате предложен и мы читаем статья 9 часть 1 кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении слышали да это я цитирую закон или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом предусмотренным соглашением между кредитором и должником 2 часть уведомлений должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего федерального закона сведения о лице указанном в части 1 настоящей статьи а что у нас в уведомлении должно быть указано предусмотренной частью 7 статьи 7 настоящего федерального закона смотрим часть 7 статьи 7 идем к 7 статье это же все просто друзья вы сами можете все это делать это сейчас обращаюсь к тем кто еще не понимает на каком основании этот канал существует и вот мы нашли статья 7 условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником ищем часть 7 и читаем мы с вами ее вот она во всех сообщениях направляемых должнику кредитором и лицом действующим от его имени или в его интересах с целью возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника обязательно указывается информация о кредиторе а также лице действующим от его имени или его интересах на имени основной государственный регистрационный номер на плательщика место нахождения для юридического лица основной государственный регистрационный номер для индивидуального предпринимателя Б. Почтовый адрес электронной почты и номер контактного телефона. В. Сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени или в его интересах. Фамилия, имя, отчество при наличии и должность лица, подписавшего сообщение. Сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику. Ситуация какая? Ух! Сведения о размере, структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения. В случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора, в части указывается объем перешедших к кредитору прав требования. Реквизиты банковского счета, на которые могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством почтовых отправлений и прилагающихся к ним документам, должен быть отображен четким, хорошим, читаемым с шерифтом. Друзья, здесь очень много. Я вам предлагаю самим вникать в эту ситуацию и не идти на поводу на этих голословных заявлениях. В данном конкретном случае ни один из этих пунктов не был выполнен. И мы делаем выводы, что данный конкретный звонок можно приравнять к мошенническому, либо к попытке вымогательства. И здесь можно инициировать 163 статью. Эта курочка не понимает, что ее руководство кинуло ее под пули. Итак, давайте слушать дальше, как она умничает. А вот вы знаете, да, законы, вот, где я скажу, вы мне тут статью апеллируете, а вы с себя начните, вы чужие деньги незаконным способом удерживаете. Чем вы с себя начните? Вы в первую очередь соблюдаете закон. Вам что-то нужно, мне ничего так не нужно. Вы звоните мне, предупреждаете... А вы почему берете так нечестно? Вас ночами не мучает совесть о том, что у вас такие долги, вы их отдать не можете? Абсолютно не мучает. А вы детей своих в такой же манере воспитываете? Ну, началось. Аргументы закончились, скрипт тоже закончился. Давай на совесть давить. Ну, это же до какой степени позорище, а? Сама себе лучше, сама себе этот вопрос задай. Как ты спишь ночью, когда ты отжимаешь последние у стариков и пенсионеров? Вот тебе этот вопрос актуален. Знаю, ты меня слушаешь сейчас, да и не только ты, а вся ваша публика. Итак, давайте слушать дальше. Замечательно. Да, замечательно. Еще здоровья вам на долгие годы. Так вот, смотрите, с момента последнего платежа прошло 2 и 5. Что вы хотите с меня повесить? Как понимаете, Николай Владимирович, по вашему сейчас долгу можно копейку одну кинуть, транзакция пройдет, платеж был. Ну, как не кидал? Ну, как вы думаете, вы что? Я к не кидал этой копейки. Откуда я знаю, что вы делаете? Я вам говорю, что я никакие... Знаете, срока исковой давности здесь нет. Если вы думаете, что вы сам умный, вы ошибаетесь. Слушайте законы. Юристы банка, юристы нашей компании. А что вы думаете, что три срока исковой давности, и вы что-то хотите получить? Да забудьте, забудьте о сроке давности, на сайте его вообще нет. Да что вы говорите? От платежа, либо последней транзакцией он начитывается, Николай Владимирович. А вот понимаете, знаете, что можно сделать? Вот эти два долга, признать как безнадежный, не списать баланс у нашей организации, и забудем о вас навсегда, и все хорошо, и беспокоить вас не будем. Но декларацию мы будем подавать у налоговые органы. Ради бога, подавайте дело. От налоговых органов, Николай Владимирович, вы уже эту сумму не скроете. Эти два долга признаются вашим доходом. То есть вы взяли кредит, вовремя не отдали, и на это сумму вы обогатили. Понимаете, что у вас будет срок ограничен, чтобы рассчитаться перед ФНС? Да, ну тут ты права, я тебе аплодирую. Но только ты не учла одной простой вещи. Точнее так, то, что ты сейчас сказала, что вы откажетесь от долга, это совершенно верно. Так и произойдет, точнее уже произошло, кредитор отказался, вы не являетесь кредитором, потому что у вас нет подтверждающих документов, и вы не соблюдали алгоритмы. Я уже сейчас закрою глаза на срок исковой давности, как таковой, потому что действительно он здесь сработал, и человек уже все, никому ничего не должен. Но, допустим, ее слова вдруг оказались пророческими, и вот первому коллекторскому бюро разрешили делать поправки в законах, вот так в одностороннем порядке, своим волевым безапелляционным решением они там могут отменять какие-то законы. Допустим, чисто гипотетически так произошло. И они действительно могут подать информацию в налоговый орган. Да. И человек будет, ну, тут вот этот долг, будет признан как его обогащение, чистая прибыль. И здесь, внимание, ключевой момент, он будет обязан заплатить налог на прибыль. А это всего-навсего 13%. 13% от всей суммы долга. И все. И даже в этом случае, как хорошо. А зачем выплачивать все полностью какому-то коллектору или банку, когда можно вот такой малой крови, скажем так, отстреляться. И самое интересное, дальше они не учитывают. Они думают, что у налоговых инспекторов есть какие-то особые рычаги, которых нет у коллекторов. Да все точно так же. Если вдруг человек не может что-то платить коллектору, банку, в налоговую инспекцию, законный формат, это подача заявления в суд. И так же налоговая инстанция тоже будет подавать в суд. И дело, естественно, будет передано после внесения решения суда. Исполнительный лист будет к судебному приставу. Судебный пристав будет выяснять возможность оплаты. И если такой возможности у человека нет, естественно, и налоговая тоже ничего не получит. Потому что у нас нет ни долговой тюрьмы, ни уголовного преследования за долги даже перед налоговой. Так что, подруга, здесь ты полностью проигрываешь. Хотя где-то в контексте, может быть, ты нужные вещи выхватываешь. Но смотри, как легко это все разрушается. Давай дальше слушать. Да вы не поверите, Николай Владимирович, я вас вообще не забочусь. Я как сотруднику организации абсолютно все равно, как вы будете рассчитываться. Я просто знаю одно, что вы рассчитаетесь с этим долгом. Вы что тянете-то? Может быть, признаетесь, что денег нет? Я не рассчитаюсь. Потому что денег нет. Признайтесь и наберитесь мужества. Я еще раз говорю. И скажите сразу, что кредиты брали с целью него отбрата. Вот скажите сразу. Я еще раз говорю. Я вам платить ничего не доступу. Основания, извинилось, брат, какие? Основания? Я не вижу законных оснований платить вам деньги. Смейте, Николай Владимирович. Да, не вижу. Так вот, если будет возбуждение дела против вас, то придется вам со всем своим мощством попрощаться. Упределите все получаете или нет? Попробуйте, возбудите. Так я вам говорю, какие действия могут быть. Понимаете? Да, пожалуйста, я слушаю вас. Пожалуйста, говори. А почему человек, такое существо, когда ему говорит, что нужно сделать так, и так будет хорошо, он не понимает? А когда приходит осознание, Николай Владимирович, когда пройдете вот эти вот все круги, все меры взыскания, тогда поймете, но осознание придет позже. Почему нельзя сделать правильно и хорошо сразу себе? Ну вот такая я, спасибо. Кто у вас? Каким я, такая я? То есть вы себя признаете таким? Каким? Ну как вы назвали? Я же не могу вас так назвать. Я не знаю, что-то вроде. Я, как я, такая вот, да. А дети есть у вас, жена, семья? Какой ты интересуешься? Да все в той же цели, у вас два долга, и вот интересуешься. Ни в коем случае, зачем мне постарелый муж должник? У меня уже есть муж, Николай Владимирович. Да-ка зачем такие вопросы задаете? Пока что интересно, как вы живете с такими долгами? Да, хорошо живу. Дети сейчас, дети, что-то не шутки. Вы не поверите, вот знаете, так хорошо живу. Вот вообще даже прямо. Что обманываете? А ты что мне обманывать? Обманываете? У вас голос выдает? Да, конечно, выдает. Да. Да. А у вас хорошая репутация в вашем окружении? Да, нормально. То есть нормально, почему не отличная? Нормального? Меня устраивает. Все знают, что вы должник. Да, конечно, абсолютно все. А если вам каждый ваш друг, приятель перезвонит и скажет, отдать долг, а то мне звонят. А у вас письменное согласие есть у друзей и приятеля, чтобы вы им звонили? А у меня и письменного отказа нет согласия. Согласно этому закону, Николай Владимирович, у меня и письменного отказа нет в взаимодействии с нами. С вами, точнее. Так я не про себя говорю, я говорю про своих друзей и знакомых. У вас есть истинная, 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 истинная согласия на то, чтобы вы им звонили? Так подождите, я же буду им звонить, не требовать деньги, а совсем по другому вопросу. Правильно. А, вы должны получить истинное согласие, чтобы звонить по другому вопросу. У меня и отказа нет, вы меня слышите? Я вас слышу, согласно 230 УХЗ. Вы должны помочь. Да, согласно закону. Видите, как вы законы знаете? А в свою сторону знаете законы какие есть, Николай Владимирович? Нет, все знаю. Все знаете. А вы думаете, вы остаетесь безнаказанными в этой ситуации? Вы в себя поверили или в невиновность, или что? Да нет, это вы просто не хуёб обсасались, я смотрю. А вы что сделали? Я живу. А почему так вы рожаетесь? Вы взрослый мужчина, в моих глазах уже упали. Да я не буду, вы не знаете, поебать, как я в ваших глазах. Здорово, девочки. А хотите, чтобы с вашей внучкой так же общались? С дочкой хотите? Ну попробуйте, попробуйте. Нет, да я так не буду. Я отвечу от вас, я уже повторюсь, воспитание. Вы не угрожаете, да, вот сейчас под запись разговора? Дайте, вот заслуженное отношение к вам уже и будет. Вы угрожаете, да, под запись разговора? Нет. Признайтесь, признайтесь, не угрожаете, под запись разговора, я говорю, признайтесь быстро. Что, у вас? Угроза – это причинение вреда жизни, здоровья, имущества. Да, угроза и сольная бывает, признавайтесь, не угрожайте. А я вам сейчас про совесть говорю, это другое. Это то, что бывает, это все, что бывает не у всех. Вы там сбавки, вы себе что вообще позволяете? А вы что себе признаете? Вы вымогатели, мошенники. Да, а кто вы тогда? Чужие деньги не возвращаетесь. Вы, понятно, понятно. Деньги, Николай Владимирович, не заработали, а пошли в банк чужое взяли. А мы плохие теперь, да? Так все называют? А, мы плохие, попросайте телефонные. А вы кто вы, так кто, когда в банке были? Ну, кто вы? А сейчас законов поначитались и думаете, что грамотные и подкованные? Разговор записывается, а вы себе позволяете такие словечки выбрасывать. Мне вот там интересно, кому вы пронесете этот разговор? Кому вы будете жаловаться на собственную несостоятельность? Что в свои годы они могли заработать деньги и позволили себе с долгами жить? А вы умный, да, Николай Владимирович? Ну, поумнее некоторых. Я вот так, как выражение, а я знаю, закрываю это выражение такое, извините, если вы такое умное, почему вы такой бедный? Я человеческие слова понимаю, в отличие от некоторых. Давайте с вами попрощаемся, а то уже невыносимо с вами делал. Да, да, давай, делайся, делайся. Мужчина, отказ я зафиксировала прямой. Рождайте, впоследствии, до свидания. Давай, жду. Пождите. Жду. Трубочку можете положить, а на платную линию переключила. Положи трубочку, быстро. На платную линию я переключила, вы можете переключить все угодно. Я переключаю, я переключаю, не жалко, денег для вас, но не жалко. Переключай. Ну вот, дослушались, чем я вас и поздравляю. Автору огромное спасибо, нормально держался, хорошо раскрутил, кальнул, как говорится, эту дурочку на две части. Вот у нее потом уже, конечно, рвануло как следует под конец, не выдержала она, что и требовалось доказать, как говорится. Полная ее несостоятельность, ни один ее аргумент не подтвердился. Я в процессе ролика вставлял свои комментарии, надеюсь, вам все понятно. Ну и в довершение скажу одну простую вещь. Ребят, перестаньте бояться, чувствуйте себя комфортно. Если вы не можете платить, вы не обязаны это делать. Но одного только наличия у вас факта подписки на наш канал мало. Одного факта того, что вы каждый день слушаете наш канал, тоже недостаточно. Это как таблетка, да, обезболивающая. Но нужно исключить из вашей жизни источник вот этой боли. То есть нужно официально вылечить это недомогание. Нужно все полностью документальным форматом закрепить. И это могут сделать наши специалисты для вас. Если вы хотите, раз и навсегда, убрать из своей жизни статус человека должного в банк, либо в микрофинансовую организацию, я предлагаю вам пройти по ссылочке на наш сайт. Ссылочка в описании ролика есть. И посмотреть видео на сайте. Также, для вашего удобства, в правом верхнем углу сейчас появляется кликабельная подсказка. Вот она. Пожалуйста, нажимайте на нее, также попадете на наш сайт. Что я хочу этим сказать? На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа фигитных юристов компании Алян. Что мы для вас можем сделать? Сколько это стоит? Сколько времени продлится? Какие преимущества вы получите по сравнению с той ситуацией, которая сейчас есть? А преимущества просто неимоверные, вы станете свободным от долгов человеком. Представьте только себе, в одно прекрасное утро вы просыпаетесь, и вы никому ничего не должны. Это может произойти уже завтра. Это утро может поступить уже завтра. Посмотрите видео на сайте, убедитесь в этом, потому что там все рассказано нормальным человеческим языком, с минимумом юридических выражений. Итак, составлена презентация, чтобы любой человек, не обремененный юридической компетенцией, сообразил, что мы для вас делаем. Все очень подробно по полочкам разложено. И, конечно же, оставьте заявочку. Заявку в форме на сайте, как это рассказывается в этой презентации. И ждите звонка нашего специалиста. Мы будем звонить с телефона, в который указан в правом верхнем углу нашего сайта. Вот эти циферки забейте себе в ВКонтакте и не пропустите, пожалуйста, звонка нашего специалиста. Позвонив вам, он расставит все точки над «и», если что-то вы не поняли, если у вас остались какие-то вопросы, он их закроет, естественно, и вы будете уверены в своем выборе, в правильном выборе. Еще раз повторяю, посмотрите видео на сайте. Это обязательно. Ссылочка, кликабельная подсказочка сейчас, вот еще раз для вашего удобства, выходит в правом окошке, в правом верхнем углу трансляции. Вот она. Нажимайте и попадайте на наш сайт. Ну и, конечно, лайк за ролик. Спасибо автору. Репост в соцсетях всех наших роликов приветствуется. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого любого-любого другого ролика есть. Там все наши ролики дублируются. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия, финансового здоровья вам и вашим близким. Всего вам хорошего. До свидания.